Вашему вниманию предоставляю доклад на тему местной анестезии с ультразвуковой навигацией и мониторингом при криобляции опухоли почки. Безусловно, наверное, необходимо начать с истоков, на что впервые такую методику применил японский доктор Юшида. В 1995 году он выполнил черезкожную криобляцию опухоли почки, но, к сожалению, под эндотархиальным наркозом. Но данная методика позволила ему выдвинуть данный метод лечения, и Американская ассоциация урологов была исключена из экспериментального метода. Что же говорится уже территориально ближе к нам, то в Европе первым, кто выполнил данное вмешательство, был Франко Лугнани. В конце 90-х годов XX века он выполнил непосредственное вмешательство, но уже под УЗИ навигации и местной анестезией, что позволило выдвинуть вверх данное вмешательство, и уже в 2009 году европейское сообщество урологов также выдвинуло позицию убрать из экспериментального метода данную манипуляцию. В первую очередь хотелось бы сказать непосредственно о показаниях к данной манипуляции, потому что это достаточно ограниченная когорта пациентов, которым позволено выполнение данных воздействий. В первую очередь мы говорим о наличии достаточно отягощенной сопутствующей патологии у пациентов, которые недопустимы к оперативному вмешательству при данной патологии. Такие как сердечно-сосудистые изменения, такие как единственная почка и более отягощенные осложнения. Следующим показанием является локализация самой опухоли. Очень приятным и предрасполагающим расположением опухоли является задняя и задняя латеральная поверхность в нижнем или среднем сегменте, непосредственно без инвазии в почечный синус. С какой целью это выполняется? Это выполняется с той целью, что расположение и навигация УЗИ нам позволит выполнить наиболее адекватное лечение и наиболее радикальное. Ну и безусловно размеры самого образования, которые не должны превышать 4 сантиметров, потому что развитие сферы невозможно, если опухоль превышает размеры 4 сантиметра. Что же говорить о местной анестезии? Понятное дело, что самым первым вехом в местной анестезии относительно почек является паронефральная навыкаиновая блокада по Вишневскому. Но тут имеется ряд причин и осложнений, которые нам не позволяют выполнение данной манипуляции. Что же оно может при себе за собой вести? Непосредственно это возможная пункция вены или артерии почечной. Также при достаточно больших объемах введения раствора мы можем наблюдать признаки интоксикации в виде изменения артериального давления, пульса, угнетения, возбуждения нервной системы, коллапса, остановки сердца и судорог. В свою очередь мы применяем местную анестезию под ультразвуковым исследованием. С какой целью мы выполняем данное вмешательство именно под ультразвуковым исследованием? Это позволяет нам непосредственно оценивать структуру тканей, что в последующем не нарушит нашу визуализацию с данным методом навигации. Объем непосредственного анестетика составляет 2 мг на мл. В суммарном объеме со смешаемыми препаратами 40 мл. Непосредственно первым этапом выполняется анестезия кожных покровов с последующим формированием лимонной корки и последующим введением и сменой иглы на более длинную и послойным введением анестетика. Безусловно, на картинке номер 2 мы видим введение иглы, что собой позволяет полноценную адекватную визуализацию и не мешает нам адекватно оценивать опухолевое образование и сформирование в дальнейшем сферы. На этом слайде непосредственно представлена картина. Первая картинка оценивается само образование, ее объем до начала сеанса к реабляции. На втором же слайде представлено опухолевое образование уже после формирования сферы, которая покрывает полностью само образование и затрагивает участки здоровой ткани. Это делается с целью радикальности выполнения оперативного вмешательства. Данная методика выполняется в два этапа. Первый этап у нас выполняется в течение 12 минут в среднем. Следующий этап после пассивного оттаивания выполняется у нас в течение 7 минут, что позволяет нам выполнять вмешательство радикально, без последующих рецидивных образований. Безусловно, хотелось бы высказать свое мнение о наших результатах, о пациентах, на которых выполнялось данное вмешательство в нашем центре. В данном исследовании участвовало 9 пациентов, 6 из них это были мужчины, 3 из них это были женщины. Размеры образования, как и ранее было сказано, не превышали 4 сантиметров, и стадийно регламентировались по ТНМ как Т1А. Средний возраст пациента составил 52,9 года. Эта граница была от 40 до 86 лет. Непосредственно локализация опухоли с правой стороны составляла 5 пациентов, с левой стороны 4. У трех из больных была единственная почка с достаточно большими и обширными вмешательствами до нашего воздействия. С целью оценки была взята система КЛОВИН-ДИНДО, которая не превышала более одной степени тяжести после операционных осложнений. Также хочется отметить, что с целью диагностики и исключения рецидива в области вмешательства мы выполняли повторное биоптийное исследование под ультразвуковой диагностикой через один месяц, что в данной группе пациентов оценивалось без рецидива данного заболевания. В последующем выполнялась через 6 месяцев магнитно-резонансная и компьютерная томография с целью оценки достоверности уменьшения самого образования, оценки функциональной способности почек и непосредственно исключения рецидива в данных образованиях. Спасибо за внимание. Продолжение следует...